Это программа Вовремя, пятница, и у нас сегодня кухня, к сожалению, как мы и говорили, с Ольгой Ивановой, если я правильно все говорю, фамилию, заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Хакасия, грипп наступает у РВИ, тем более, наш гость сегодня свалился температурой, ну пока еще, конечно, не свалился, дай бог, конечно, не свалится, Но зачем мне тут, зараза, рядом на нашей кухне, я хочу нормально встретить Новый год, поэтому сегодня работаю вот один в грустном одиночестве, представляете, купил на распродаже сегодня тесто, и вот пока мы смотрели с вами концерт в прямом эфире, оно так поднялось, что я теперь не знал, как я его разъединять буду, это слоеное тесто, три слоя, они у меня превратились в один большое, мне вот их как разъединять? 22, 41, 18, попробуйте, люди добрые, женщины, позвоните, дайте совет, как разъединить слоеное тесто, которое за время ожидания на этой кухне растаяло, и вот поднялось, мне же его вот надо, тут три его слоя, ой, вот один чуть-чуть краешек я подниму, Оно даже вот без раскатки можно было бы его делать, как написано в этой упаковке, представляете, оно у меня... В общем, сегодня мы с вами делаем булочки, булочки, понимаете, а то что-то сдаю я позиции по весу, булочки делаем с ветчиной и сыром, ну как-то вот так-то, не думайте, что это некрасиво будет, красиво это я решил, сейчас просто вот я их разделю, Ну, а потом мы начнем делать. Наш телефон 22, 41, 18, надеюсь на вашу помощь сегодня мне, я сейчас только разделю, и булочки это не основное, основное у нас будет нечто другое, конечно же. 22, 41, 18, звоните, не забывайте, проведем вечер вместе, где мои любимые женщины, где ваши фотографии, которые вы должны посылать, что у вас сегодня на кухне, как вы готовитесь к Новому году, делитесь уже рецептами. Кстати, вот эти вот булочки, которые мы сегодня делаем, это шикарнейший перекус, вернее, шикарнейший, просто перекус, чем эти прилагательные, просто перекус, например, перед Новым годом, потому что, как мы говорили вот с заместителем руководителя Роспотребнадзора, очень даже не рекомендуется в новогодний день, перед Новым годом, весь день ничего не есть, готовя себя к вечерним воздействиям, это плохо может кончиться, потому что на голодный желудок вы выпейте и упадете, возможно, интоксикация организма, заболеете. Так, это я обращаюсь к нашему оператору Данилу Чайник, надо нажать кнопочку, он у нас сегодня мальчик на побегушках, хотя ему уже 48 лет, ну ничего, 22. А не получилось? Я же скинул вам их в общий чат, это мы говорим о том, что готовим вам сюрприз сегодня по поводу фотографий, он в общем аккаунте, не переживайте. И сейчас я научу вас делать великолепный чай, который заменит многие-многие напитки, очень вкусный и очень простой, так как сегодня же булочки, мне же их надо будет тут, у нас сегодня время-то увеличено программу, следовательно придется чем-то мне это занимать время. Вот тут у меня уже основа есть, да, показать надо как-то вот так, я в другую камеру показываю. Вот здесь основа, естественно, всю основу я вам не расскажу, это вот засохшая, чтобы мы ничего не выкидывали, кожура апельсина, да, одна. Ее можно вот эти вот апельсиновые шкурки не выкидывать, а положить в баночку, где у вас хранится чай рассыпной, и тогда чай наполнится ароматом апельсина. Вот маленький вам совет. А здесь у меня, ну, сбор чая и еще кое-какая добавка. Вот прямо дышать, не передышать, кто хочет понюхать, иди вот вдохни наш оператор, которому 48 лет, он боится показывать. Разбей мне мой чайник. Что? Он нос уморчил, представляете? Ничего не понимает, ничего люди не понимают. Ах, Сибирь, матушка, господи, что с них взять? Надо нарезать фрукты, я режу специальным вот ножичком, потому что вот этими всеми ножами надо резать очень тонко. Тогда это будет очень вкусно. Сначала мы режем немного лимона. Всех вам таян все равно не расскажу, но все равно вы сами импровизируйте. Лимончик нам придаст кислиночки. Мы его вот так нарезаем. 22, 41, 18. У нас вообще молчание сегодня будет в эфире, да? Так, кажется, ну половинка лимончика, да? Эту я не буду, она нам... Зачем она нам? Она горькая. Так, радио, радио подключаетесь. Радио Абака. Вот лимон мы сюда. Хватит лимона, а то сильно тисло. Теперь мы берем... Это апельсин. Апельсины сейчас дешевы. Их почему-то перестали покупать, поэтому торговые сети очень часто делают скидки. И вот когда у них скидки, тогда и покупайте, кстати, сегодня скидки на слоеное тесто в городе. Прямо распродажа слоеного теста. И завтра, я спросил, тоже будет. Обычно же оно там, особенно вот с этой, знаете, дамы, такая дама на букву В, жена одного великого режиссера. Там же за 100 с лишним рублей оно стоит. А сегодня можно купить другое. И все, по 60. Той же упаковка практически. Емкость, как там, или громовка, да. Ходите чаще по магазинам. Это будет экономия вашего кошелька. Эту вот попку мы тоже уберем. И теперь мы нарезаем весь апельсинчик. Ну и давайте подведем итоги нашей недели. Кстати, вы в курсе, что городскую елку Роспотребнадзор может отменить? И городские праздники тоже. Видите, у меня уже гостей на кухне не хватает. Все потому, что старшее поколение, люди, которым 50 плюс, 55 ли плюс, не прививались. И Абакан провалил программу по иммунизации. В этом году такого никогда не было. Мы в Российской Федерации на предпоследнем месте. Можете представить, на предпоследнем месте по вакцинации от гриппа. А грипп регистрируется и регистрируется. Поэтому Роспотребнадзор, у меня в программе его представитель заявила, что мы подошли уже к рубежам, когда будет пройден эпид порог. А когда он будет пройден, какие могут быть массовые мероприятия? Да никаких. Что вы думаете по этому поводу? Может кто вслух скажет свое удовольствие или недовольство? Пока вот нарезаем апельсин. Я его полностью в этот чай положу. Видите? Очень тоненько режем. Так он больше отдаст своих соков. Соков больше отдаст в наш витамин. О! Мы назовем этот чай антигриппин. Точно, как я до сих пор не додумаю. Антигриппин. Ну тут мне уже сложно резать, наверное, будет. Радно, хватит. Это мы так сидим потом. Нем-нем. Яблоки. Яблоки сейчас тоже есть на распродаже. Что вы показываете некрасивую картинку? Меня показываете, я красивее. Яблоки сейчас тоже можно купить по распродаже сравнительно недорого. Смотрите, какое яблоко. Всего 69 рублей. Не буду говорить. Его тоже нарезаем тоненько. Серединку мы даже можем со серединкой. Ничего страшного, потому что в чайнике у нас есть такая штучка, спиралька, которая задерживает все эти выхлопы. Нарезаем также тоненько яблочко, оно нам придаст аромат. Не важно, красное, синее, зеленое, любое яблоко. Вот мы его тоже сюда. У кого есть вдруг какие, может быть, рецепты от гриппа, да? Не стесняйтесь, делитесь. Я понимаю, что сложно вас сразу на звонки развести, но я же не смогу два часа тут стоять, как попка говорит один. Да. Часть, лучшая часть тоже, находится на вынужденном отдыхе, потому что вот случилось. Я про Лилию Васильевну, надо ей пожелать всем здоровья. Давайте пожелаем нашей Лилии Васильевне, вы же ее любите и знаете, много-много лет. Она сейчас нас смотрит с больничной кровати. Улыбаемся, чтобы ей было весело. И передаем приветы. Хотите же, чтобы Лилия Васильевна выздоровела, давайте. Это я абрикос сушеный, курага. Оп, тоже. Он нам тоже придаст кислинки. Суем, он мыт. У меня все мытое уже, имейте в виду. Хотя бактерии никогда не помешают. Так вот, Лилии Васильевне надо сегодня желать здоровья всю нашу программу. Тогда она быстрее поправится. Чтобы Новый год она провела не в больничке, а с нами. Чайник степел. Давай ставь на краешек стола. И я добавлю, представляете, что я добавлю сейчас в наш чай. Чай, вы с ума сойдете. Изюм. Чай с изюмом, да. Горшечка, я думаю, хватит. Вот такое ассорти у нас получится сейчас чай. Мы его сейчас заварим и поставим. И пока я заниматься буду булками, он у нас... Опа! Как раз запарится. Вот. Аромат пошел уже. Божественный, хотя кому-то не нравится. Ой, божественный, конечно же. Так, мы его вот оп. Оп. Чем хорош этот чай, что его можно потом сюда вот поставить свечу, в эту подставку. И когда вот вы его выпьете, можно налить еще раз кипяток. Включить свечу, зажить свечу. Сейчас мы не будем зажигать, потому что у меня... Я забыл принести свечу. А на работе у нас... Слабое финансирование. Мышь... Мышь, как эти... Как их называют-то? Приемыши, дети-то, которые... Пасынки тут. Нас держат в сером теле. Или в каком теле-то на... В каком теле держат теле? Ну, помогите мне, коллеги. Ну, в общем, в суровом теле нас держат. Поэтому вот на свечи денег у нас нет. Поэтому без свечей в эфире. На электричество бы хватило. Конец года. Это я... Вытираю нашу досточку. И предлагаю еще. У нас же есть традиция. Пока у нас были веселые гости, были же у нас все это время. И некогда было возвращаться к этой традиции. У нас же есть традиция, когда вы нам звоните, а я вам делаю прогноз на всю следующую неделю. Сегодня, думаю, я подготовился. Мы можем эту традицию возобновить. Возобновить. Возобновить, да. 22-41-18 наш телефон. Я понимаю, что это не поле чудес, но тем не менее, хотелось бы вас послушать. Итак, переходим к нашим булкам. В принципе, да, надо его катнуть немного, мне кажется. Надо катнуть. Где моя скалка? Скалка моя здесь. Мы начинаем делать булки. Видите, вытянулось так. Ну, что сделаешь? Вот оно, что значит, что не дома. Ха, мне в соцсетях послали междометие, наверное. Это ммм. Что означает ваше ммм? И знак смайлик улыбающийся. Ммм. Ммм. Ну, это так вкусно или что? Или кайфово смотреть меня? Не знаю. Лучше позвоните, мне будет приятно. Вот раскатываем так чуть-чуть, конечно. Раскатываем. Раскатываем. Оно у меня подсохло немножко. Ничего страшного. Ничего страшного. Все. Это будет хорошо. Я беру свою заготовку. Недаром же летом на огороде работали. Как говорится. Вопреки всем советам Юлии Нингуловой урожай собрали. Юля. Это юмор был. Не обижайся. Я смазываю вот это. У меня тут перцово-кабачково-помидорная штука. Не знаю, я еще не придумал ей название. Ну, в оригинальном рецепте ничего этого нет. Но мы же не оригинальные рецепты делаем. Мы придумываем сами. Вот так намазываю. Хоп-хоп-хоп. Смазываем. Это вот делается, в принципе, вообще быстро. Я сегодня, когда репетировал дома, но я не в духовке делал. У меня есть мультипечка типа аэрогриля маленького. И в ней вот очень быстро. И получилось вообще. Думаю, господи, зачем мы все это покупаем в магазинах, когда гораздо дешевле сделать все своими руками и вкуснее. Так. Смазали. Теперь мы берем кусок ветчины. С ветчиной главное не пролететь. Вы же знаете, могут у нас продать какую попало ветчину. Можете любое другое мясо взять. Но у меня ветчина. Хорошая ветчина. Ее тоже нам надо нарезать тоненько. Очень тоненько. Мы нарезаем. Что-то я совсем тоненько. Но это даже и не важно. Вот на то, как она нарезана, типа там, порвана, не порвана, вообще не обращайте внимания. Это не играет роли никакой. Хоть бы какую музыку фоном включили, что ли. Клавдию Шульженко. Не знаю. Бабушек вчерашних. Вчерашние бабушки. Представляете, они меня уже на Новый год позвали сегодня. А вот сейчас что-то не звонят. Вчера так пели неустанно. А сегодня не звонят. Отдыхают, видать, после вчерашнего. Да, Валентина Федоровна? Руководитель хора «Сибирское раздолье». Так, вот, режем ветчиночку. Ветчиночку. И так вот три раза повторим три же пласта. Одну можно сделать без помадки этой. И вообще можно начинками даже играть. Например, грибы. Почему нет? Даже шампиньоны, сыры, они вполне прожарятся, когда мы будем выпекать. Красиво же? 22, 41, 18. Почему молчим? Не будет следующего пятницу программы. Лучше я тоже на банкет пойду. Нас никто не звонит. Теперь нам надо все это засыпать сыром. Можно покупать, конечно, вот эти сыры, которые уже пластинками вплавлены. Но это как невыгодно. Потому что цена... Ой-ой-ой. А зачем нам тратиться на цену сыра, когда мы в состоянии его и натереть? В принципе. Нормальный сыр. Тоже уже растаю. Немного подтаю. Положим его вот сюда. А натереть будем сюда. Потихонечку, помаленечку. Зато это очень просто и очень вкусно. На мой вкус. Не знаю, как на вкус коллег. Будете пробовать? Вот какие руки большие. Каталь. Будешь пробовать? Не будет. Оператор, которому уже 49 стало лет за эти 20 минут, говорит, что не будет пробовать. Ну и зря. Кто тебе еще больше такое сделает? Никто, Данил. Это же разовое мероприятие. Да. Мы трем. Кстати, у нас елка почему не светится-то в углу? Она не включается? У нас елка не включается. Представляете? Говорю же, экономия, электричество. Вот до чего дожили мы. Мы же не губернаторский канал с его мощным финансированием. Мы так себе люди. Бедные. Скромные, вернее. Зато умные. Так. Хотя, говорят, если вы такие умные, то почему такие бедные? Совсем неправильная поговорка. Мы просто совестливые. Вот засыпаем это. Посыпаем сырком. Натерли вот сырка. Сырка можете по-своему удовольствовать. Я думал, что еще насыпать, но как-то не придумал. Думаю, ведь так сойдет. Наверное. Так вот. И теперь самое главное, что всегда у меня плохо получается, это сворачивать. Вот это мое больное место. Никогда ничего не... Сушист из меня, конечно, был бы вообще никакой. Вот это теперь нам надо свернуть рулетиком, как говорят. Рулетиком. Вот так вот. Аккуратненько. 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 Даже Софья Афанасьевна сегодня игнорирует, представляете? Вот они, подруги, разбежались по своим кухням. Сжимаем. Ну, чтобы оно не развалилось. Так вот. Аккуратненько, аккуратненько. Опс. Залепили вот тут чуть-чуть. Так прилепили. Финалочку нашу. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. Можно кому-нибудь кости помыть, если вы не против. Давайте кандидатуры, как у нас в утренней программе говорят. Люди искусства. Объект для обсуждения. Выберем. И тоже по-убсуждаем. Кого-нибудь. Я застелю наш листик вот этой штукой. Это называется бумага. Если вы не знаете. Да. Бумагой. Вот этой, кстати. Вот стороной я это делаю. Так нам будет проще. И это обделим. Ага. Неаккуратно. Ну да ладно. Штуники вот так постелим. Ничего страшного. С бумагой в стороне напряженка. И. Я ее даже смазывать маслом не буду. Наверное. Или смазать. Алина, что скажешь? Алина советует смазать. Вот откуда она знает, да надо смазывать или нет, девочки. Двенадцать. Ой, двенадцать. Два. Тебе сколько лет-то там. Двадцать два года научит старого человека. В январе двадцать три. Все равно на день рождения не позовешь. Тогда надо достать масло. Ой. Я наступил себе на микрофон. Пошел за маслом. Так. Главное с уксусом не перепутать. Не перепутал. Тогда листик будешь, Алина, мыть ты. Капец. Не капец. Что за капец? Что за слова у тебя? Что за нерусская речь? Все в курсе, что Госдума там все какие-то законы принимает? О русском языке. И вчера там одна дама аж выступила. Гоголя на новоязи каком-то начитала. Странно, они там живут в каком-то своем мире. Придумывать тебе проблемы. Других проблем-то у нас нет. Как запретить то, другое. По-моему, у нас все уже позапрещали. Сейчас договорюсь. И нас запретят. Так. Смазываем. Листиком. Листиком. Салфеткой смазываем бумажку на листике. Да, это масло. Что вдруг не масло. Всяко же может быть. Вот. Да. Кажется, не наш день, да? Телезрителя. А мы вам сюрприз хотели на следующую пятницу приготовить. Ну нет, так нет. Что ж. Включим запись какого-нибудь концерта. Телеполитическое шоу, которое у нас ведет. Товарищ забыл его имя. Но ведет. Так. Листик смазал. Руки вытирали. А зачем мне вытирать, когда я буду сейчас с тестом работать. Теперь мы этот рулетик разрезаем на булочки, которые удобно будет нам брать и кушать. Ну, как-то вот так я это делаю. Да. И вот из одного рулетика у нас получилось 6 булочек. Наташа отправила фото пирожков. Кто такая Наташа? А, Наташа! Давайте хоть тогда покажем Наташины пирожки. Пирожки с мясом и яблоками. Печет нынче Наташа. Наташа, ну вы просто гей. А-а-а! Ну это ж на жиру. Наталья. Наталья сплошной холестерин. Ну, я бы... Это с чем? Это с яблоками. А следующий... Нет, одна что ли фотография? И смотри, какая ёлочка, да, красивая. Да, кто-то под ёлочкой. Ну, мы тоже под ёлочкой. У нас, правда, не сверкает так огнями, как у Наташи. Но, тем не менее, спасибо, Наташенька, солнышко. Спасибо. Это Наталья, наша постоянная телезрительница, которая по итогам года получит от нас какой-нибудь подарок за свою активность. Всё, один рулетик мы сделали. И теперь, солнце мои, мы будем делать по такому же образу и подобию второй. Потому как нам же надо, что если ты берёшься печь меньше ста булочек, не стоит и заниматься тогда пекарским искусством. Мы масштабно любим. Кстати, кто хочет попробовать булочек, можете прийти к нам на советскую 32, и мы в 9 часов будем вас угощать. Здесь булочками бесплатно. Представляете, аттракцион. И Наталья просит нам гороскоп-близнецы. Наталья, уточните, вы на завтрашний день хотите узнать свой гороскоп или на неделю вперёд? У нас гороскопы в ассортименте. Сейчас она уточнит, а мы пока порежем ветчину. Вот Наталья верит в Бога и в гороскопы. Ох, ох, что-то мне в нос попал. Господи, прости. Вот так в суе. Упомянешь, Господа, в суе, и вот начинаешь чихать. А всё почему? Так, слушайте, что-то я с ветчиной-то не рассчитал, походу. Много я дома уже булок сварил. Ну ладно, зато сыра у нас много. На завтра Наталья хочет гороскоп. Наталья, сейчас, секунду, секунду. Вот этот листик ещё нарежем. Хорошо, Наташенька. Не могу доставлять ждать женщину. У Натальи завтра важные дела. Так. Ага, ага. Ой, Наталья. Да вы какая затейница прямо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я прямо не знаю. Всё вам читать. Как на духу. Близнецы вы наши, близнецы. И так. Жизнь ваша, Наталья, будет играть всеми красками. А ваша позитивная энергия, которой вы наполните свой организм сегодня пирожками, свежевыпеченными, испечёнными, превратит каждое событие в нечто грандиозное. Впрочем, на вашем пути могут встретиться некоторые неприятные люди. Но это не страшно. Просто постарайтесь их избегать. Не выходите из дома, да и всё. Не выходи из комнаты. Напекла пирожков, сиди и ешь. И не смотри даже в окно. А то там ходят эти неприятные люди по нижней согре и заглядывают в твои окна. Зачем тебе лишний сглаз и порча? Вот. Вот такой у вас, Наталья, завтра день. Как мне вот так буду я сворачивать же, наверное, да. Тогда вот так кладём. Мы продолжаем тут кулинарствовать и пророчествовать будущее, пророчествовать будущее. Смотрите, это же вот просто произведение искусства будет. А мы обрежем, ничего страшного. Господи, у нас в руках есть нож, мы можем сделать всё, что угодно. Алина, а тебе-то нравится? Ну не я же, конечно, мои булочки. Мои булочки, да, двусмысл. Ну здравствуйте, шампанское уж вы приносите. Мы, кстати, как и Роспотребнадзор и там кто, Минздрав, говорим, что употребление алкоголя в излишних количествах вредит вашему здоровью. Хотя сегодня в городе уже вон сейчас начнутся брызги шампанского из каждой подворотни, салюты запускать. Все эти скромные офисные работники сегодня же пойдут в разнос. А что я сделал? Я же не помазал. Но мы сверху сейчас помажем, да, ведь? Ничего страшного. И теперь вот... У нас сейчас реклама будет. Реклама будет сейчас? А, то есть не будет 10 минут, да? А, тогда надо предупредить наших телезрителей. Телезрители, дорогие мои, так как вы нам не звонили, мы сейчас включаем рекламу, новости, прогноз погоды, рекламу и вернемся только через полчаса, когда тут уже все будет съедено, я думаю. Да, я думал, что ж вы 10 минутку-то не сделали. Так, вот так у меня упала тут одна. Теперь этот рулет мы зальем вот так, на ветчину. Я забыл сразу промазать вот этот лист. Он будет вот так. Это будет бургер напоминать какую-нибудь. Не знаю, тут побольше будет. Это очень острая заливка. Прямо, прямо, ну очень вкусная, конечно. И сверху сыром и скатаю, и нарежу, пока вот вы это видеть не будете. Да, мы вернемся в 20-29 теперь. Надеюсь, что вы тогда уже будете с нами. Те, кто не был с нами. Да, все. И тру сыр, натираю сыр. Полторы, полторы минуты на то, чтобы натереть сыр до рекламы. Да. Продает, конечно, уже натертый сыр. Но мы люди не ленивые. Зачем переплачивать, когда можно и самим натереть сыр? Это не так и сложно. Вон как, оп, 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 оп. Зато все на сове сделано. Какие-то там заменители жира. У нас есть звонок. Добрый вечер. Одна минута есть. Говорите, пожалуйста. Алексей, здравствуйте. Меня зовут Игорь. Я из города Москва вам звоню. Здравствуйте, Игорь. Я хотел вас что-то спросить. Острая заливка для ветчины, она специально для нее подходит? Спасибо большое. Она специально для нее, Игорь, подходит. И не только для нее, она вообще подо все подходит. Потому что я ее сам делаю, и она очень вкусная. Это очень вкусная заливка. Эксклюзивная, в магазинах не продается. Да и я и сам, пожалуй, уже не повторю этот рецепт. Потому что у меня... А я на чем тру-то? Я думаю, что он так мелко трется. Это не на той стороне терки я, оказывается, мучаюсь. Вот так заговоришься тут, и так получается. И нам кто-то написал в чате, пловец нам написал, тренер, да, наш. Александр Соколенко написал. Давайте прочтем. Александр, друг наш. Хорошего вечера, Алексей Иванович. Надо обязательно учиться плавать. В воскресенье жду на тренировку. Хорошего эфира. Александр сто раз говорил. Не пойду я к вам в бассейн плавать. Как я могу своим красивым телом распугать всех ваших посетителей? Не-не-не, Александр. Как-нибудь уж без меня. Спасибо за приглашение. Вот. А мы, смотрите, пока меня не было, да, новости были. Вот, налепил я тут этих булок. Тут вот это вот с сыром. Это с ветчиной и сыром. И мы отправляем их в духовку разогретую уже. На минут 10-15 от силы. И будет у нас прельстиво все и криво. Почему-то я поставил криво. Руки-то не оттуда растут, видимо. Господи-то. Все. Все. Управились. Управились. 22-41-18 наш телефон. Хотелось бы услышать живой человеческий голос в этой пустыне безмолвия. Где один лишь глаз вопиющего в пустыне. Это мой. Ну, так как вы не знайте, я буду пить чаек. Он у нас уже заварился. Я вам показывал вначале. Смотрите, какой цвет. Какой насыщенный. Яркий такой, малиновый, я бы даже сказал, цвет. А аромат этого чая, конечно, божественный. Алина, ты хочешь чай? Давай крошку. Алина, это режиссер нашей трансляции. Алина, игло. 22 года. В январе будет 23. Так что, вроде не замужем. Если что. Принимаем прием заявок на руку и сердце. Ой, накислил. Но ничего, все равно. Я понимаю, что ЗОЖ это без сахара. Да, но я-то не ЗОЖ. Мне бы вот сахару надо было. Ну, да ладно. Без сахара буду. Жду ваших звонков. Я жду 22-41-18. И пью чай, пока булки наши пекутся. В нашей же духовке. Булки у нас с ветчиной и сыром. Очень вкусные. Ну, давайте повеселимся. Алексей Потылицин, помните же его, наверняка все знаете. Парень, который автор безумных идей, интернет-идей, интернет-сайтов. Это его сайт Накаба. И там был вопрос мэру. Помните рубрика, с чего началось открытое общение Николая Генриховича, которого мы завтра будем отмечать в 70-летие? А с горожанами на том же сайте еще началось. Так вот, он каждый год в декабре, он делает шаржи на известных и не очень людей, даже забытых людей. Это я передаю Алине, которая не замужем, которая в январе 23 года будет. Делает шаржи на основе каких-нибудь фильмов, новогодних отрывков, кинофильмов. И шаржи делает на вот людей, которых мы сейчас вам покажем. На прошлой неделе мы вам показали одну часть. А на этой вот очередная порция в эту пятницу Алексей выложил. Алексей, дай бог тебе здоровья. И начали мы. Да, кто это? Ну, кроме Фаины Раневской. Кто вот угадает этого парня? А ведь он в свое время был очень даже известен. Сейчас, правда, да-да-да, это Михаил Верхотуров, который называет себя живой через буквы легендой интернета Хакасского. Тут Фостер его еще зовут. Ну, верни нам его, давай полюбуемся-то хоть человеком. Что-то его убрало. Конечно, в короне, верни нам, мальчикам, живую легенду интернета. Позиционирует он себя сейчас как политолог. Да. Вся его политология заключается в том, чтобы, ну, как бы поисиднее прокомментировать что-нибудь, исходящее от Валентина Коновалова и его правительства. Они, в принципе, с ним, по-моему, даже ровесники. Убирай. Все, устал я созерцать эту прелесть. Они даже ровесники, по-моему, с Валентином Олеговичем. Ну, вот Валентин Олегович стал губернатором, казалось бы, откуда, что. А Фостер, вот, живая легенда интернета, ну, не сложилось. Может, поэтому записался в политологии и теперь вот так вот смачно плюется в адрес Валентина Олеговича. Ну, а что, между прочим, ревность или обида, это хороший двигатель-то злобы. Господи, договорюсь, а давайте следующую посмотрим нашу фотографию. Не нашу, конечно, Алексей Апатылиц. А, морозка, сказка. Кто вы думаете, это девушка? Ну, если вы знаете наш канал и смотрите его, то угадайте. У Иванушки кто в сказке был? Настенька, Иванушка, я даже такой голос не скажу. Вот это наша Настена. Она у нас, правда, Ксения, да? Да, а тут она Настенька. Ксения Орехлова в образе Настеньки из сказки Морозка. Ну, что ж, вот тоже засветилась девчонка. Видите, первый год, а уже попала к Алексею Патылицу. Ну, это о чем-то договорит. Давайте следующую фотографию посмотрим. Или на корпоратив перейдем. О, забыл, как его зовут. Монгол. Угу. Олег Монгол тоже засветился. Ну, что ж, такой помощник Санта-Клауса в новогоднюю ночь. Думаю, да, оживит, оживит и детвору, и родителей, появившись на пороге. По-моему, даже этот мид Деда Мороза или Санта-Клауса. Следующая фотография. Ивлеев, да, наш повар. И, конечно же, Иван Монанкин. Тоже ушедший из журналистики и телеведущих в кулинарные гебри. Не знаю, уж там готовят или нет. Бар мы называть не будем, но вы его все прекрасно знаете. Вот, ну, надо, Иван, приглашай. Не нас, а вот господина Ивлеева. Ой. Погодите, как его фамилия-то? А? Ивлеев. Это у них Ивлеева на том телеканале-то все замуж хочет. Да, да, да. Господи. Какие фамилии у всех одинаковые? Поехали дальше. Что там, булки-то наши? Покажите, не горят. А вот это лицо очень знакомое. Так, булки. Нормально, булки. Нормально. А кто вот это? Я вот до боли знакомое лицо, но вспомнить не могу. Видите уже все. Медийные личности куда-то уходят. Кто это? Ну, очень знакомое лицо. Ну, листаем. Ничего сказать не могу. Листаем, Алина. Задумалась. Это она моего чайку отпила сейчас, по-моему. Ну, Гиттельман. Да. Вот такой веселый. Очень позитив. Убирай этот позитив. Прямо не знаю. Убирай. А, господин. Да е-мое. Только. Да, да, да. База Иргаки в том числе. Вылетел из головы дядька. Да. Сто лет дружин. Да, да. И жена. Да. Веселая женщина. Ну. Вы его тоже знаете. Помните автобусы. Мерседес. Абакан. Красноярск. Это же его было в середине нулевых. Штука. Помните, там даже один автобус сгорел. Что-то такое было. Ну и что там у нас есть еще? О, сериал «Друзья», да? Если я не ошибаюсь. И среди друзей. Кто бы вы думали? Угадайтесь трех раз. Алексей Лемин. Тоже попал в сериал. Очень даже, кстати, вписался. Согласитесь. Стильненько, да? Алина. А телезрители что скажут? Стильненько, нет? Нет? Вообще стильненько. Да. Мне кажется, это лучшая фотка была. Следующая. Не потому, что он мэр. Вот она. Гвардия политологов и великих журналистов. Многих мы, конечно, уже не помним из них. Некоторые уехали. Да, да, да. Вот они. Вот она, оппозиция местная. Ну, говорящие лица, что сказать. Говорящие. Молодец, Потылицын. Молодец. О, и господин, конечно, мяхар. Куда же быть, него маловато будет. Маловато будет. Это я из мультика. Это не его фраза. Но вы все поняли, да? Про маловато будет. Леша знает, что делает. Я имею в виду Алексея Потылицына. А то был господин Верьясов. Вспомнили мы. Господин Верьясов, конечно же. Бессменный был в свое время судья Лиги КВН. Да, да. Сейчас не знаю, приглашают его или нет. Итак, у нас там булки, у нас здесь чай. Что там с нашими булками? Показываем. Прибавить, наверное, надо. Прибавлю-ка я температурку. Что-то мне не нравится, что уже 6 минут прошло или даже чуть больше. Они такие бледные. Да. Ну ничего, сейчас. О, сыр уже плавится. Все нормально. Сейчас сгорят, догорят. И мы будем. 22, 41, 18. Посмотрю, что вы нам пишите. Может быть, на портале YouTube. Хотя сомневаюсь. А нет, одно сообщение. Так, пропало. Было и пропало. Сейчас перегрузим. Какое-то мясо идет. Заново. Так. Ингрид Манила. Как приятно вечером смотреть вашу программу. Пойти чаю, что ли, приготовить. А вы уже, я вижу, к Новому году готовитесь. Почему у вас сегодня в студии нет гостей? У всех срочные дела? Нет. Просто кое-кто не хочет прививаться. И вирус постепенно овладевает нашим городом. Мы же на неделе разговаривали с вами. И с Роспотребнадзором в нашей студии. Что если так дела дальше пойдут. Абакан уже вплотную приблизился. Копит порогу. И может его перейти. И тогда новогодние мероприятия в нашем городе. Роспотребнадзор запретит. Вот мы уже попали под эту волну. Наш гость. Он мог прийти. Но зачем нам здесь чхающие, сопливые люди? Мы же тоже хотим встретить Новый год здоровыми. Поэтому я отказал гостю сегодня. Перенес его на следующий год. Ну а что делать? Человек, конечно, мог. Но лучше поберечься. И мы здоровее будем. Да и ему полегче будет. Представляете? Сидеть в студии еще готовить. Не-не-не-не. А кого-то приглашать уже за два часа до передачи. Ну, конечно, это нет смысла. Поэтому вся надежда была на вас, что вы составите нам компанию и будете звонить. Но вы не звоните. Про политику говорить не могу. Не дай бог кого обижу. Про жизнь. А что про нее говорить? Тоже про распродажу уже все рассказал. Елки красивые появились. Искусственные. Прямо как настоящие. Ценник, конечно. Эгэгэ. Или ого-го. Да. 22-41-18. 18 целых минут. Вопросы хоть задавайте. Давайте играть в вопросы-ответы. Давайте я вам ваши гороскопы буду читать. Только позвоните. Андрей Примак. А что на сегодня в одиночку? Андрей, заболели все. А вы не звоните. Приходите. Приходите. Мы же всех пускаем. Вас же не дозовешься, Андрей Примак. Да. Вот. Вот и страдают. Тут, видите, без еды, только с чаем. Коллеги на корпорате. Мы можем показать их видео. Завтра тогда и программу закроют им. Хотя нет. Главный редактор у нас вот тоже приболела. Давайте передадим ей привет. Она в больничке у нас, Лилия Васильевна. Да. Пожелаем ей лучики счастья. Да. Вот как посылали мы их на этой неделе. Еще раз можно послать, чтобы вот у нее ничего не болело. И все, прошел удачно. И она на своих ножках козликала дальше по жизни. Козликала в хорошем смысле, конечно же. Сейчас бы вот отплясывала на корпоративе, как там отплясывает, например, наша бухгалтерия с Анной Подоплеловой. Ну и с Галиной Петровной Овчаренко. Там хорошая компания собралась. У нас есть видео, но я не знаю, показывать, не показывать. Вдруг люди обидятся. Да. Так. Ингрид задает вопрос. Как будете праздновать Новый год? Да кто же это знает, Ингрид? Не знаю даже как. Никогда не знаешь заранее, что будет. Вот сегодня вообще-то я должен быть на банкете в своей деревеньке Курагине. Там у нас у товарища уже 55 лет. Первый парень на деревне был. Сейчас они там в ресторане, а я тут. Обещали позвонить и тоже не звонят. Ну, видать, не хотят, чтобы их поздравляли с юбилеем. И вот всю неделю думал, что там буду, а оказался здесь. Видите, ничего нельзя загадывать. А как Новый год? Спать, Лягу. Кстати, самое правильное – лечь спать. Что такое Новый год? Так все точно самое. Новый год можно отметить в любой другой день, когда будет настроение. А вы как-то отмечаете Новый год? Весь день режете, крушите салаты по дырованию судьбы. Потом быстро-быстро приводите себя в порядок. Потом быстро-быстро накрываете стол. Садитесь, смотрите пятиминутку президента, который, как всегда, скажет, это был тяжелый год, да? А потом Андрей пишет, что готовить не умею, только есть. Андрей, ну, накормим, что делать? Что там с нашими булками-то? А то договоримся сейчас. Булки покажите. Горят, горят наши булки. Пойду посмотрю булки наши, а то у меня чай заканчивается. А ты че, чай не пьешь? Так, нет, еще пусть постоят. Хорошенькие булочки хорошие. Так вот, и что, и потом вот этот праздник, обжираловка, не знаю, в детстве это было весело, в юности тоже, в молодости вообще, а в Якутии гэй было, господи, в 40-то это было хорошо, а в 50 уже было страшновато, градусов я имею в виду. Вот, Ингрид тоже пишет, готовить не умею. Ингрид, для кого мы ведем нашу программу? Вот, проще и некуда то, что мы сегодня готовили, это вообще даже не готовка. Накрутили, поставили и забыли. Главное успеть вытащить вовремя. И все, и это очень вкусная еда. Да, 224118 наш телефон. А почему вот раньше тогда любили Новый год? Наверное, потому что это стол прежде всего был, продукты-то дефицит были, а на Новый год там сразу конфет, куча, мандарины, невидаль была, тоже появлялись. Вот, всякие деликатесы, видимо, поэтому это и было, а сейчас, когда деликатесы каждый день. Вот, все, в стране надо ввести талоны, убрать продукты из магазинов, вот, всякие. Сделать все самое необходимое, серые, серые макароны, помните, были серые макароны, цвет прям серый, которые слипались, невозможно как. Что там, синие куры, которых можно было варить весь день, но они, врешь, не возьмешь, так и оставались курами, твердыми, синими. И тогда, да, каждый праздник, когда будут выкидывать что-то в магазинах, это будет счастье. И запретить еще все эти вот интернеты, всякие музыкальные эти сайты, чтобы ничего этого не было. Как в Новый год ждали, мелодии, ритмы, зарубежные эстрады раз в год показывали в 4 часа утра на телевидении, когда мы могли вот так легально услышать что-то из западной музыки. Вот тогда это вновь будет, а сейчас все присытились, зажрались, вот и праздник, не праздник. Я надеюсь, вы понимаете, что это сарказм, а может и не сарказм. Тебе на лечае сидишь. Это я обращаюсь к нашему 50-летнему оператору. Даниилу или Даниилу? Даниилу, две и, вот никогда не мог понять, как вот имена разделяются Даниил и Даниил. Почему в одном две буквы, а в другом одна? Почему? Ты знаешь? И он не знает носителей имени и не знает. Надо узнать. Где Софья Афанасьевна родная? Хоть вы позвоните уже в конце концов. Лариса Шевердук. Почему молчим? Ну? Давно не было Софьи Афанасьевны? Падди тоже простыла, приболела Падди. Ну тогда здоровья пожелаем. Заболела? Полечись, как поет Иван Купала. Кому тут еще привет? Он даже Игорь из Москвы сегодня в кое-то веке дозвонился. Что там с булками-то? А местные куда-то пропали. Что-то, по-моему, они уже коричневенькие, да? Давайте-ка посмотрим, все-таки это слоеное тесто, а не бисквит какой-то там. Идем. Ой, Господи, когда гарнитура будет нормальная уже? Чтобы тут не упасть и не переломаться. Посмотрю, что тут у нас. Зачем вот тут эта решетка? Она мне все время мешает. Господи, все падает. Ну, думаю... Думаю, да, а то они будут... Горячее, сырым не бывает. Вот так. Вот они наши булки. Вырубаем духовку. Вырубаем все. Смотрите, какова красота. Вот оно. Вот оно счастье. Так, к слову о прививках. Боюсь ставить прививки, поэтому сижу дома и никуда не хожу. Говорит нам Ингрид. Ну, зря Ингрид. Че уж не ходить-то никуда. Зараза, если ей надо, она и в дом попадет. Если вы так боитесь его, стоит поставить. Все-таки. Говорил, не надо листик. Без листика у меня дома лучше отлипали. Мы сейчас их отожмем. Вот они. Ой, красивые. Смотрите, пышные. Вкусные. Наверху. Горячие. 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 Аккуратненько. Приаккуратненько. Ой. Рассыпаются они у меня прям. Такие нежные. Потому что днище выпало. Нет, думал мне. Чтоб еще я раз послушал женщину про листик. Про бумагу. Недаром говорят, послушай женщину, сделай по-своему. Горячее. Все горячее такое. Прям не знаю, как доставать. А зачем я достаю мучусь? Я две достал. Мне хватит. Остальное ребята по окончании передачи сами достанут. Да? Да. Что, Ингрид? Желаю приятного аппетита. Хорошего вечера. Было приятно провести время с вашей программой. Мы еще не уходим. Мы еще не уходим. Мы еще тут. Так, немножечком, наверное, лучше. Как-то вот подцепить-то. Ой, я так порежусь. Вот сырные. Говорят, когда обжигаешься, надо за ухо держаться, чтобы ожога не было. Все. Не буду я с этим возиться. Я буду кушать лучше. И у нас появился звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Вы кто у нас? Марина. Здравствуйте, Марина. Как ваши дела? Да, мне хорошо. Вы зря мучаетесь. Вы с этими булочками поставьте вниз на пар. И они сразу все отскочат. Куда поставить? На пар внизу. Вот листик вот водичкой вот вниз. Да, сейчас остынет. Да, горячая водичка вниз. Листик. Под листик. Ну, я понял, понял. Я не сразу всех схочу. Зря вы, да, пергаментную эту бумагу положили. Вообще глупость большая. Большая глупость, да. Это мне... Ну, кого вы там послушали? Мою 23-летнюю в январе, я будет 23 года, коллегу. Дома, причем я сегодня перед передачей, я же пробую иногда. И делал без бумаги. И все шикарно было. Но тут мне сказали, бумагу положи. Нет, вот что-то горячее надо, и они отскочат. А вообще, молодец сегодня, сам с тобой разговариваете. Где, куда подевались люди, непонятно. Сумасшедший, да, сам с тобой говорю уже. Ну, спасибо, что хоть вы позвонили, да, Вить? Да, конечно, ну, я рада, хоть вы не теряете духа. Настроение хорошее, правда? Конечно. Ну, и слава богу. Еще не родились те люди, кто нам испортит настроение. Мы тут сами гораздо. Ой, гости у вас замечательные. Чай-то видели рецепт? Да, ну, это кислятина, по-моему, полная. Попробуйте. А что полное? Кислятина. Не-не-не-не-не-не-не. Кислинку там придает лимон, его можно не класть. А апельсины, яблоко вообще не кислые. Ммм, ну, красиво. Да, можете сахара насыпать, вообще будет очень вкусно. Ну, все, молодец, умничка и красавица. Спасибо вам большое. И вас обожаю, до свидания. Дай бог здоровья вам и с наступающим Новым Годом. И вас наступающим. Спасибо. Все, я пробую мои булки. Аккуратненько. Очень, очень хороши. Да. И сейчас, по совету Марины, мы от этого им, от этого им, новое слово. И вообще гораздо новое слово. И будет все прекрасно. Не хочешь? Вот с сыром. Вот эти вот с сыром, просто без мяса. У нас есть люди тут, которые не едят мяса. Ты женат? Ммм, девчонки, вот у нас холостой оператор есть, который мясо не ест. Можете себе представить, как это здорово? Вам не готовить надо будет. Сколько вы денег сэкономите? То есть, Алина, режиссер трансляции, тоже холостая, мало ест, потому что худенькая, ну как дюймовочка. Оператор, конечно, не худенький, но он мясо зато не ест, тоже выгодная партия. Вопросы по замужеству ко мне вот сюда в программу звоните, со сватаю. Запросто. Мы теперь, да, давай поженимся. Найдем хороших вам пары. И будет все. Через кухню их нашу прогоним. Я имею ввиду и Данилу, и Алину. А может и Васкову. Да, кстати, можете подавать свои заявки и приходить к нам в программу. Да. Осталось три минуты. Как пил Леонтьев про три минуты. И сегодня, кстати, ночью не пугайтесь. Будут фейерверки. Это Абакан-24, люди, которые ушли там на корпоратив. Но они, правда, почти за городом. Но тем не менее, шалить-то наверняка будут запускать фейерверки. А губернаторский канал сегодня в четвертом микрорайоне гуляет. Отмечает. Где? Ну, я не могу называть. Я могу сказать, что это бывший бар Малибу. Видите, я не назвал название нынешнего бара. Они там гуляют. Так что жители четвертого микрорайона, бойтесь. Губернаторский канал, там они тоже могут разгуляться еще как эфирверки. Там, говорят, даже могут члены правительства некоторые присутствовать. Ну, для демократии, сами понимаете, побыть. Ну, не самые верхние члены. А так пониже членчики. Ну, и кто еще где гуляет? Да сегодня все занято уже. У нас на кухне места есть, если что. Приходите, булки. Ну, а уже можно отрывать. Аккуратненько. Но я не буду. Потому что боюсь. Поломаю, некрасивый товарный вид. Все, мы сейчас с вами попрощаемся. На следующей неделе у нас фееричная будет кухня. Сразу даю анонс. Тут будет сто пятьсот людей. Что я с ними делать буду, не знаю. С ума бы не сойти. Потому что там еще и дети будут. А вы знаете, что детей я очень сильно люблю. Когда они прыгают, скачут и ломают тут все подряд. Это будет в пятницу, Алина. Кухня когда? В пятницу, 23-го. А еще к нам должны будут прийти на следующей неделе собаки в гости. Доберманы, которые снимаются в зарубежных рекламах. Представляете? Собаки, которые вот для обложек снимаются. И, кстати, они насобирали уже благотворительных денег. Вот, для наших приютов в городе собачьих. Два дуга. Ой, добермана. А сегодня все. Всем спокойной ночи, хороших выходных. Пока-пока.